привет в этом видео мы решили рассказать про особенности прогрева нужно ли прогревать автомобиль как правильно это делать вспомним и про дизель который в морозы конечно же может замерзнуть как это предотвратить и что при этом делать подписывайтесь на наш канал у нас здесь много полезных видео горяченько греет не греет столько обсуждений последнее время подытожим если вы не ездите на автомобиле двигатель которого заливают минеральное масло а это ретро автомобилей некоторые советские автомобили то вам не обязательно ждать по 5-10 минут современные автомобили используют синтетическое масло которое очень быстро достигает рабочих характеристик после запуска двигателя достаточно полторы минуты для того чтобы двигатель был готов к поездке то есть вы успеете устроиться поудобнее пристегнуться и начать движение но важно двигаться первые 35 минут где-то не превышая 2000 оборотов чтобы масло растеклось по всем закоулкам двигателя мороз однозначно греть и греть нужно весь автомобиль при низких температурах замерзает все поэтому заводить машину стоит аккуратно дать ей возможность прогреться это значит что проворачиваем на пол оборота ключ или нажимаем один раз кнопку ждем пока все пиктограммки погаснут только после этого запускаем двигатель и двигаться первые пять минут стоит не спеша не напрягая и не накручивая обороты свыше 2000 если вы понимаете что вам придется вырываться из снежного плена полным ходом то стоит дать автомобилю хорошенечко прогреться то есть ждать нужно будет минут 10 как раз у вас будет время для того чтобы ее расчистить прогреть салон спокойно сесть и уже дальше стартовать потому что пробуксовка напрягает все не только двигатель но еще и все элементы подвески чтобы ее не угробить прогрейте машину основательно прогреть стоит и коробку если механика не требует отдельных прогревов то автомат можно подержать в режиме drive где-то до 20 секунд то есть просто посчитайте до 20 удерживая машину на тормозе и так дизель и мороз до минус 15 минус 19 градусов плохо может сказаться на вязком топливе которая легко запарафинивается при таких температурах именно поэтому дизельные двигатели оснащены по большей частью подогревами которые препятствуют замерзанию кроме того в дизельных автомобилях на приборной панели есть специальная пиктограммка которая сообщает о нагревании свечей накаливания перед запуском двигателя именно поэтому дизель никогда не запускают сразу а нужно подождать буквально пять-десять секунд пока не погаснет пиктограммка и дальше уже заводить двигатель правильный бережный пуск дизельного двигателя зимой выглядит так водитель садится в автомобиль выключает все электроприборы которые есть климатическую систему фары и все остальное проворачивает ключ на пол оборота и ждет пока погаснут все пиктограммки только после этого она начинает запуск двигателя сильные морозы стоит дать системе прогреться чуть дольше то есть провести манипуляции с прогревом системы несколько раз а то и три-четыре то есть проворачиваем ключ на пол оборота ждем пока пиктограммки погаснут и выключаем и так три-четыре раза после этого запуск двигателя пройдет куда легче но если же вы запустили двигатель и он сразу же заглох подождите 30-40 секунд не спешите крутить стартер он посадит аккумулятор и в результате вы машину не заведете почему же все таки может замерзнуть дизель думаю причина основного это мороз также необходимо заблаговременно заменить топливный фильтр точнее бы сказать вовремя мы рекомендуем меня топливный фильтр каждые 10 тысяч почему потому что ухудшается пропускная способность и он может запарафиниться забиться гораздо быстрее очень часто бывает когда меняем топливные фильтра дизельные при сливе сколбы остатков дизеля обнаруживаются следы парафина это небольшие белые пятна которые просто сбегают по в принципе мы рекомендуем использовать зимой антигели которые добавляют топливо ну и как правило такой баночки 150 миллилитров хватает на среднестатистический бак 50 литров как же размораживает нас на сервисе ну здесь вариант только один это привозить автомобиль который не завелся на эвакуаторе вставить в теплое помещение менять топливный фильтр который уже запарафинился ну и как следствие могут выскочить чеки ошибки это все нужно читать компьютером и естественно что тушить чтобы наблюдать проблему уже дальше берегите себя заботись о своем автомобиле правильно и будет он служить вам верой и правдой а вы греете автомобиль пишите в комментариях ставьте плюсики если вы согласны с нами и не забывайте подписываться если вы еще этого не сделали у нас много интересных роликов и оставайтесь спокойными вместе со или